Участки, которые уже завершили ручный подсчет голосов, сдали протоколы в ЦИК. Отмечается незначительная разница между ручным и электронным подсчетом. А в большинстве данные совпадают. По одномандатам по кандидатам мы отправили протоколы и сферка прошла. А по единому еще идет подсчет. Жалобы или недопонимания не было у нас. Наблюдатели получили свои протоколы, кандидаты и политпартии, от них не было жалоб. Автоматически считывающие урны устроены так, что после того, как избиратель опустит в урну бюллетень, считанные данные автоматически отправляются на сервер подсчета голосов. Сервер производит только свод данных голосования бесконтактно. Вмешательство человеческого фактора невозможно, отмечают в ЦИКе. При этом всем нужно набраться терпения и дождаться окончательных итогов выборов. А на свод данных ручного подсчета необходимо время, говорят аналитики. Работали против админресурса, против подкупа, как организованы СИКовские работы и потом УИКовские. Знаете, вот если бы не было бы, ну вот эта соломика чуть-чуть сбой, да, было бы все хорошо, идеально было бы. Но это техника. А окончательно дает ручной подсчет голосов. После ручного подсчета можно считать, что результаты выборов будут правильными. А это время уходит. Потому что в этот раз, видите ли, какая работа огромная. На это время уходит. Так как выборы проводились по смешанной системе, избирателям необходимо было проголосовать три раза за партию, кандидата от партии и выбрать кандидата самовыдвиженца. Но, несмотря на проводимую разъяснительную кампанию, практически на каждом участке есть неправильно заполненные бюллетени. Да и подсчет голосов провести по смешанной системе в два раза сложнее, говорят аналитики. Ручной подсчет занимает очень долгое время. Это раз, во-первых. Во-вторых, уже внедрение вот этой системы, эта система профессиональная, да, она уже многоэтапность занимает. Во-первых, по одномандатикам нужно производить ручной подсчет. Во-вторых, по политическим партиям. И, в-третьих, по кандидатам в этих политических партиях. Понимаете, этапность уже. Если раньше просто отражали ручной подсчет по политическим партиям, вот в течение 10 лет по новой избирательной системе, и уже, так сказать, очередность мандатов уже шла, так сказать, на уровне Центральной избирательной комиссии, А в настоящий момент уже определение очередности происходит на избирательном участке. Поэтому это уже занимает действительно много времени. Предварительным данным прошли достаточно, скажем, как неизвестные молодые люди, допустим, ранее, по партийным спискам и по андомандатным округам. То есть это говорит о том, что действительно там имело место честные и прозрачные выборы. И тут некоторые лидеры политических партий, они оказались не у дел. Или оказались в конце списка в своих партиях. Это говорит о том, что действительно тут на леофальсификации именно перетасование вот этих блютней на них происходило. Отметим, что ручной подсчет проводился открыто. В присутствии наблюдателей от кандидатов партий, общественных и международных организаций. В свою очередь, никаких замечаний от наблюдателей относительно подсчета голосов не зафиксировано. Надежда Усова, Азамат Джапаков, ФАЛАТО, 24. Спасибо. Спасибо.